Гончарное дело, кубачинское ювелирное искусство, ковроткачество. Всеми этими народными промыслами славится дагестанская земля. Теперь любой желающий сможет абсолютно бесплатно обучиться ремеслу предков. Где знает Камиль Девятов ему слово. Махачкалинцы и гости столицы были приятно удивлены увиденным на открытии мастерской. Дагестан всегда по праву называли школой народных промыслов. И открытие именно такой вот кузницы в столице получит широкое и повсеместное развитие. На самом деле у нас планы очень масштабные. Помимо того, что мы подключили сейчас ковротели и вышивку, мы хотим подключить и работу с кожей. Мы также еще ищем направления по народным промыслам, которые могут быть утеряны вообще. И мы хотим, чтобы на площадке появились люди, преподаватели, которые будут обучать, может быть возрождать мести, помогать этому всему. И по поводу масштабирования площадок также мы хотим именно такой же центр создать в Каспийске. Поначалу для обучения мастерской были установлены возрастные ограничения, но затем они были сняты. Дети и взрослые смогут прийти сюда и обучиться народным промыслам. И это все абсолютно бесплатно. До 150 лет человек, который хочет... Для посетителей здесь же на месте был проведен мастер-класс. Костям показали художественную обработку металла, резьбу по камню и дереву, кончарное производство, ковродилия. Мастер по лепке из глины собрал вокруг себя учеников. Потимат Шамадаева всю свою жизнь посвятила болхарской керамике. Она по праву считается специалистом своего дела и отличным педагогом. Насколько сложно научиться и сколько нужно времени, чтобы научиться лепить такие красивые вещи? Вот эти дети у меня впервые сегодня сами подошли ко мне, говорят, можно мы тоже будем? Я говорю, давайте вместе будем лепить. Они у меня впервые. И чтобы научиться, хотя бы год надо ходить. В дагестанских селах, таких как Агатсатль, Кубачи, Балхар и Унсуколь, мастеров с каждым годом становится все меньше и меньше. Задача мастерской народных промыслов – сохранить ремесло предков для последующих поколений дагестанцев. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.